ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ЕСТЬ 30 ДНЕЙ И БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНО? ЧАСТЬ 1. ЧТО БУДЕТ ПРИ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЕРЯ И ЖЕЛЧЕВЫДЕЛИТНЫХ ПУТЕЙ? Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале Доктор Скачко! А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор сотен видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. А также рассказать еще некоторые нюансы, как лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, что будет, если не есть 30 дней и более? Правильно! При наличии дискинезии желчного пузыря. Дискинезия желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков достаточно частое явление. И если вы длительное время не знаете, как в этом случае питаться правильно, то, как правило, присутствует застой желчи. К чему это может привести? Вначале в желчном пузыре определяются хлопья, замазка, песок и в конце образуются камни или конкременты. И в этом случае вы уже попадаете под пристальное внимание врача-хирурга. Конечно же, врач-хирург может на этом этапе вылечить у вас желчокаменную болезнь либо калькулезный холецистит. Но он удалит камни вместе с желчным пузырем. А при этом сопутствующий диагноз в виде хронического панкреатита останется на всю оставшуюся жизнь. А также возможно нарушение работы печени. Вплоть до жирового гепатоза. И это тоже достаточно серьезная вещь. Поэтому я бы советовал вам в качестве мотивации посмотреть следующую часть видео. Это отрывок из одной медицинской передачи, где я участвовал в качестве врача-эксперта. И разбирался очень важный вопрос. Как правильно питаться после удаления желчного пузыря? Если вам эти особенности в питании нравятся, вы можете этим воспользоваться. Как и те, кто уже прошел этот этап. Иными словами, желчный пузырь уже удален. А если у вас есть только дискинезия желчного пузыря? Возможно, эти особенности в питании послужат для вас хорошей мотивацией заняться. Своим здоровьем. Я напоминаю, что сегодня есть в моей студии Скачков Борис Глебович. Лекар-терапевт, фитотерапевт, диетолог. Дякую, что вы приедналися. И 490.11.34 телефон нашей студии. Вин для вас працюет доси. Мы готовы вас послушать. Будь ласка, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, будь ласка, ваше запитание. Я Борису Глебовичу хотел задать вопрос. Дело в том, что два месяца назад мне удалили желчный пузырь. И врачи дали мне диетические рекомендации Бориса Глебовича. Я вот смотрю, читаю и все делаю, как он написал. Но дело в том, что я люблю сало, кофе. Вот пусть Борис Глебович, если сможет, мне скажет, когда уже можно. Вот здесь написано, что диета номер пять и три месяца никаких таких вот жиров, кроме растительных, там немножечко и так далее. А вот можно и как нужно сало после трех месяцев употреблять и кофе. Ну, это в частности. И немножечко я люблю настоечку от алкоголь. Можно или нет? Дякому вам за ваши запитания, вам и снова о здоровье. Вы знаете, я послухала нашего глядача и я розумела, что мы сделали трешки неправильно с сегодняшнюю программу. Треба было говорить про мясо, сало и потом уже вегетарянство. Сало мы пропустили, давайте про это поговорим. Сало очень хорошо в приеме пищи, потому что это самое простое желчегонное, которое лишено паразитов, там не живут паразиты, там не бывает радионуклидов. Это достаточно чистый продукт, потому что мы живем еще в чернобыльской зоне. Надо тоже не забывать. Но в этой ситуации, когда удаляется желчный пузырь, нужно смотреть на работу кишечника. Есть так называемый постколецистоктомический синдром. Когда пищеварительная система не перестроилась и идут регулярные послабления. То есть пища не переваривается полноценно. Если это есть, то тогда нужно жестко сидеть на диете, жесткий режим с частотой приемов пищи 7-8 раз в день. То есть порции маленькие, человек проснулся, перекусил и каждые полтора-два часа перекусывает. И последний перекус прямо перед сном. Если же кишечник работает нормально, то есть пищеварительная система это нововведение перетерпела, то есть работает спокойно без желчного пузыря, тогда по большому счету, скажем, сало можно и животные продукты можно. То есть переводить человека жестко на растительные жиры не нужно, потому что удаляется желчный пузырь, как правило, у людей в возрасте, когда развивается атерослироз. А кардиологи прекрасно это знают, если в рационе меньше чем 60% жиров животного происхождения, прекрасно развивается атерослироз еще быстрее, как будто бы человек просто питался бы одними животными жирами. То есть комбинация животных и растительных жиров, она нужна каждому человеку. У нас в клетках организма, если взять обычные клетки, 2 трети жиров в мембранах это холестерин, 1 треть лецитин. Если берем клетки мозга, там обратное соотношение, 2 трети лецитин и 1 треть все еще холестерин. Кофе тоже самое, то есть если кишечник работает хорошо, кофе можно, но лучше не перед едой, а лучше после еды. Кофе все-таки не только сокогонный, он еще и желчегонный напиток. То есть количество желчи будет увеличиваться, если есть посткалицисоктомический синдром и кофе и чай запрещены. И там и там есть кофеин и можно этот синдром долго и нудно поддерживать. Он удовольствие никому не приносит, ни врачам, ни пациентам. Врачи не знают что сделать, а пациенту мягко выражаясь плохо. В этой ситуации совершенно спокойно можно. Алкоголь зависит от состояния печени. Да, есть разные мнения по поводу того, можно, нельзя, запрещать, разрешать. Но есть статистика, которая говорит о том, что те, кто умеренно относится к алкогольным напиткам при здоровой печени, а удаление желчного пузыря не влияет на работу печени. Тут нужно смотреть, как она, если там явление гепатита, то алкоголь запрещен. Если явления гепатита нет, то алкоголь может идти в небольшие количества, как аперитив, улучшающий переварение пищи и снижающий вероятность развития атеросклероза. Казалось бы, самые простые и распространенные напитки, они по-разному могут быть использованы в питании после удаления желчного пузыря. Возможно, вы захотите остановиться на предыдущем этапе, сохранив желчный пузырь и узнать, как правильно питаться на этапе дискинезия желчного пузыря. В любом случае, есть у вас пузырь или вы уже оперированы? Больше про правильное питание вы можете узнать из другого моего видео. Наберите в поисковике «Консультация врача диетолога онлайн» и более 40 минут про правильное питание я там рассказываю. с учетом частого диагноза под названием дискинезия желчного пузыря. Но это относится только к тем, у кого мощный сфинтер-одди, который и провоцирует застой желчи и движение из дискинезии желчного пузыря в желчекаменную болезнь. А со стороны печени развивается жировой гипотоз. Финальная часть — это цирроз печени. Если же у вас финтер-одди слабее — иными словами, он может пропускать желчь в пищеварительную систему, когда там нет пищи. И она оказывается в этом случае в желудке. И у вас вне вашего желания началось лечение пищевой содой. Основной агент, который формирует pH 8,5 у желчи — это пищевая сода. И когда сода попадает в желудок, готова выдерживать одну из самых сильных кислот — я имею в виду соляную — там появляется эрозильный гастрит. И в этом случае вам нужно совершенно другое мое видео найти. Наберите в поисковике «Как вылечить эрозильный гастрит быстро в домашних условиях». И узнаете, что вам нужно делать, чтобы остановиться на этом этапе. Потому как следующее движение идет кишечная метаплазия слизистой желудка в щелочных условиях. И вы — кандидат номер один на рак желудка. Чтобы не попасть на эти проблемы — нужно лечить дискинезию желчного пузыря правильно и вовремя. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео — не забудьте поставить на него лайк. А я подумаю, какое еще видео на тему здоровья и активного долголетия написать для вас. До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко». Субтитры создавал DimaTorzok